Девушки отдыхают Теплым майским вечером заключенного внутренней тюрьмы Лубянки привезли с прогулки по Царицынскому парку. Он был взволнован, ждал ответа на письмо Держинскому с просьбой определить, наконец, свою судьбу. Ответа не было. Значит, надежды нет. Нет и будущего. Неожиданно он рванулся к открытому окну. Из отчета начальника ОГПУ по городу Москве. Заключенный Борис Савенков погиб 7 мая 1925 года, совершив падение из окна. «И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 6. Да, он не перестанет. Апокалипсис. Открытие. ТРЕВОМ ТЕЛЕЙ yeah. 점с тullah обozим,... Редкие и, возможно, единственные кадры хроники. Это Борис Савенко. Одна из самых противоречивых фигур в русской истории начала 20 века. Яростный революционер и азартный честолюбец. Русский патриот и кровавый террорист-заговорщик. А еще поэт-писатель. Как все это могло уживаться в одном человеке? Эта личность незавырядная. Для таких очень сложно ставить там минус или плюс. Она даже по-своему грандиозна. Потому что свести в одно человеческое сердце и душу такое количество противоречий, взаимоисключающих начало. Гибель Савенкова сразу назвали загадочной. Европейские газеты писали. Большевики свели старые счеты. Савенков стал не нужен. Вот она, цена раскаяния. Но был ли резон у власти расправляться с поверженным врагом? Убийство для большевиков – пропагандистский провал. Да и самоубийство не лучше. До сих пор одна версия опровергает другую. Конь Бледный. Автор Вэропшин. Это псевдоним Бориса Савенкова. Говорят, еще нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя? Я взглянул. И вот конь Бледный. И на нем всадник, которому имя – смерть. Борис вырос в интеллигентной русской семье. Отец – видный юрист в Варшаве. Мать – актриса. Автор нескольких повестей и пьес. Сестра известного художника Ярошенко. Воспитание и общение повлияли на увлечение развития талантов детей. Борис еще в гимназические годы пробовал писать рассказы и стихи. Что-то даже было опубликовано. Свой выбор студент юридического факультета Петербургского университета Борис Савенков сделал в Вологодской ссылке. Он попал туда за участие в студенческих беспорядках. Под влиянием ссыльных эсеров стал убежденным социалистом-революционером. Немалую роль в этом решении сыграло страшное известие из Якутии. О самоубийстве старшего брата, тоже сосланного за революционную деятельность. Именно тогда Борис понял – единственный возможный способ покончить с царизмом – террор. В 1903 году он совершает дерзкий побег. Товарищи переправили его в Швейцарию и свели с лидерами боевой организации эсеров. Савенкову 24 года. Он молод, полон сил и готов мстить. Вот как оценивали его руководители организации. Своебразная, страстная, но замкнутая натура. Крайний субъективизм в восприятии фактов и людей. Выдумка, фантазия, жажда яркой жизни. Именно Савенкова, лидер боевой организации эсеров Евна Азев, назначил координатором очередного покушения. Теракт назвали громко – «Поход на плеве». Плеве Вячеслав Константинович, министр внутренних дел и шеф жандарма. Для революционных партий был воплощением репрессивной политики. Плеве широко применял полицейский террор, расстрелы демонстраций, карательные экспедиции в районы крестьянских волнений, поощрял и еврейские погромы. «Под столом три кило динамита. Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова». Плеве взорвали 28 июля 1904 года с третьей попытки. Этот теракт Савенков спустя пять лет положит в основу своей повести «Конь бледный». В «Саднике Апокалипсиса» или «Апокалипсиса», вот эти высокие и страшные евангелические образы, он и видел связь этих образов с тем делом, которым он дал свою и в большой степени чужие жизни. Это скорее уже как исторический источник, как историческое пособие некое по личности террориста, по личности революционера, а не крупное произведение. Ну, это не бесы Достоевского, хотя по тематике они где-то совпадают. «Я знаю, если мы убили вчера, то убьем и сегодня. Неизбежно убьем и завтра». Так может, и Савенкова убили? В пользу этой версии говорят его слова, адресованные Сэну. «Если услышишь, что я покончил с собой, не верь». Подтверждение есть у Солженицына в архипелаге. Умирая в Колымском лагере, бывший чекист Шлюбель признался, что был в числе тех, кто сбросил Савенкова с пятого этажа. Позже появится и свидетель, который расскажет, что под стены тюрьмы подложили уже мертвое тело. После того, как столкнули не во двор, а в лестничный пролет. К 1924 году Советская Россия была фактически признана ведущими иностранными державами. И потребности в его ликвидации большой не было. Он представлял из себя уже практически отработанный материал. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод. И сделалась кровь. Вслед за плеве мишенью выбрали дядю императора, великого князя Сергея Александровича. Романов Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы. Ко времени его управления относят ужесточение правил поселения лиц еврейской национальности в столице и кровавую трагедию на Ходынке. Боевой организацией эсеров был приговорен к казни. Терактом руководил Савенков. Бомбить должен Иван Каляев. Они выросли на одной улице. Вместе учились в гимназии. Мой друг и брат говорил о нем Савенков. Также называл боевика Ваню главный герой из коня бледного. Террор для Вани сродни религии. А боевая организация, что церковь. Жорж, литературный двойник Савенкова, тоже пытается обрести свою веру. Какому Богу мне молиться, чтобы Он не оставил меня? Где моя защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня защиты, я сам себе покровитель. И если нет у меня Бога, я сам себе Бог. Великая княгиня Елизавета Федоровна на коленях собирала останки мужа. Ивана Каляева повесили, и вся Россия замерла в ожидании новой крови. Савенков после неудачного покушения на вице-адмирала Чухнина бежит из севастопольской тюрьмы и скрывается от виселицы в Париже. И готовит новые теракты. Один изощреннее другого. С подвижника сэров инженер Бухало сообщал из Баварии. Все готово. Приступаю к испытаниям. Это будет теракт века. Аэроплан на огромной скорости врезается в царско-сельский дворец. Конец династии. Конец старой России. Долой рутинное бомбометание. Да здравствует научно-технический прогресс. На это дело собрали 20 тысяч рублей. Огромные деньги. Но вскоре приходит письмо. Аэроплан смонтирован, двигатели завелись, но машина не взлетела. Сообщение повергло Савенкова в депрессию. От авантюрного плана пришлось отказаться. Не было точной уверенности, что, во-первых, что оно сработает, раз. Во-вторых, что оно уничтожит того, кого они хотят. И после этого уже повторить такой трюк с летательным аппаратом не получится. Охрана расстреляет его из ружья или из пулеметов. Дерзкий замысел Савенкова оказался востребован спустя сто лет. То же средство. И опять под прикрытием великих целей. Но потрясающий масштаб разрушений, жертв и крови. А в России с 1902 по 1911 год было совершено более 200 терактов. В них погибли и пострадали два министра, 33 губернатора, 24 тюремных чиновника, 26 приставов-исправников и их помощников, 22 высших военных чина, 26 шпионов-провокаторов. А главному провокатору в рядах самих эсеров удалось уйти от ответа. Азев Емна Фишелевич. Один из руководителей партии эсеров. Революционер-провокатор. Тайный сотрудник полиции. Ум, честь и совесть террора плат на агент охранки. Для Савенкова разоблачение Азефа имело эффект тысячи бомб. Он был в ярости от сознания, что стал орудием в руках ненавистного режима. И сам взялся за исполнение приговора. От расплаты Азефа спасло бегство. А партию эсеров захлестнул кризис недоверия и бездеятельности. Боевую организацию распустили. Началась жизнь парижского обывателя-эмигранта. От уныния спасло новое знакомство и увлечение. Гиппиус Зинаида Николаевна русская поэтесса, писательница, литературный критик. Вместе с мужем Дмитрием Мережковским являлась идеологом русского символизма. Мистика, философичность. Все это было так близко Савенкову. Именно тогда под влиянием поэтессы он взялся за поезд. Название Конь Бледный тоже предложила Гиппиус. Она поделилась Савенковым и псевдонимом В. Ропшин по названию местности Ропша, где хотели убить царя. Жизнь его, то есть Савенкова, интереснее его произведений. Конь Бледный останется, но не как литературное произведение, как человеческий документ о духовном или антидуховном складе террористов. Террористы поэтесса работали над повестью сутками напролет. И это был не только литературный альянс. Гиппиус любила своего Ропшина и верила в него. Главный двигатель его во всем этом деле подлинная умная любовь к России и к ее свободе. Наверняка он видел себя таким спасителем революции, спасителем России и было бы неправильно, если бы мы сказали, что мысли о власти были ему абсолютно чужды. Он относится к категории людей, которые любят не искусство в себе, а себя в искусстве. Вот он любил себя в этом терроре. На волне февральской революции Савенков вернулся в Россию. Керенский почти сразу назначил его управляющим военным ведомством и отправил в Могилевскую ставку на переговоры с верховным главнокомандующим генералом Корниловым. Именно тогда случился Корниловский мятеж, созревший на недоверии премьера и командующего. В нем обвинили Савенкова, заподозрили в двойной игре, припомнили тягу к власти, авантюрный характер и жежду политического реванша. В СССРов я не верил, потому что видел их полную растерянность, полное безворие, отсутствие мужества. А кто боролся? Да один Корнилов. И я пошел к нему. Мятеж был подавлен, а Савенков ушел в подполье и стал активно бороться с пришедшими к власти большевиками. В марте 1918-го он создает Союз защиты Родины и Свободы, организовывает восстания в Ярославле, Рыбинске, Муроме, кровавые рейды на территории Белоруссии. Восстания были жестоко подавлены, организация фактически распалась. Савенков скрывается в Варшаве. Там его властные амбиции, жажда, реванша и авторитет нашли активную поддержку главы польского государства Пилсоцкого. Они стали собирать на границе с Белоруссией антибольшевистские силы. Поляки всерьез рассматривали Савенкова как фигуру, которая могла бы объединить вот эти все разрозненные силы, сплотить их на борьбу, а имя у него было, оно обладало магическим, так скажем, магической силой. Он хотел делать ставку не на казаков, не на офицерство, то есть на какой-то узкий круг людей, а на именно широкие слои трудящихся, и прежде всего на крестьянство. Тогда для большевиков это представляло большую угрозу. В Москве понимали, необходимо избавиться от опасного лидера. Помог случай. В руки ЧК попал агент Савенкова, начальник Минского укрепрайона Эдуард Топерпут. На Лубенке его перевербовали в обмен на жизнь. Наступление было сорвано. Москва обратилась с нотой к Варшаве, и Пилсудский был вынужден выслать Савенкова из страны. «Нет Родины и все кругом неверно. Нет Родины и все кругом ничтожно. Нет Родины и вера невозможна. И все кругом не нужно или ложно». Пока Савенков страдал от бездействия в Париже, Дзержинский придумал, как избавиться от опасного врага. Бориса Викторовича пригласили на роль руководителя вымышленной либерально-демократической организации. Игра в секретную переписку, встречи в Москве с имя сарами, поездки в Париж тайных агентов. И он поверил. Савенкова провели через подготовленное окно на границе. А в Минске арестовали. Сопровождал его Александр Деренталь, ближайший помощник и один из организаторов и руководителей Союза защиты Родины и Свободы. Вместе с ним была его жена. Эмма Ефимовна Старе в замужестве Деренталь, актриса и танцовщица, личный секретарь и гражданская жена Бориса Савенкова. Она была моложе на 20 лет. И она его любила. Страстно, самоотверженно. В тот романтический период жизни он написал свою вторую повесть «Конь вороной». Его героя, держимый любовью к женщине, без тени сомнений оставлял за собой кровавый след на гражданской войне. Пальнули, и раненая бьется Россия. Пальнули не только они, пальнули и мы. Пальнули все, у кого была винтовка в руках. Кто за Россию, кто против. Мы и они, и мы, и они. Процесс был открытым. Обвинений хватало на несколько смертных приговоров. Савенков ничего не отрицал. Все это он считал делом жизни. Но это было тогда. После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами я прихожу и заявляю без принуждения. Я признаю безоговорочно советскую власть и никакую другую. Его приговорили к расстрелу. Но в тот же день сообщили по ходатайству самого суда казнь заменили на 10 лет тюрьмы. Газеты на Западе взорвались заголовками. Савенкова подменили. К Савенкову применяют подавляющие волю препараты. Мне кажется, что без давления он советскую власть не признал бы. В чем выражалось это давление? Было ли это следствие какой-то внутренней депрессии, разочарованием своих идеалах? Видеть, как он все более и более изолируется от жизни, в которую он привык такой бурлящий. Либо действительно его сломали, и когда на одну чашу весов поставили, сказали, вот здесь лежит твоя жизнь, а вот здесь так скажем добровольное признание советской власти. Савенкову отвели двухкомнатную камеру. Любови Деренталь разрешили там жить. Раз в неделю его вывозили в ресторан или театр. Не запрещали заниматься литературным трудом и даже печатали его книги. Почти год на Лубянке решали, что с ним делать. Своё последнее письмо Дзержинскому Савенков передал утром 7 мая. Вечером его не стало. Показания гибели Савенкова расходятся. Удерживали Савенкова за штанину и не мгновение, как минимум секунды три. Смерть наступила не сразу, а спустя полчаса после падения. Вскрытие выявило следы алкоголя, но из врачебного заключения это изъяли. Старший брат руки на себе наложил. Отец рассудком тронулся. Вопрос самоубийства чисто наследственный. А может, оказавшись на задворках истории, он решил свою смерть превратить в последнюю акцию идеолога террора. Для таких людей неизвестность хуже пули. Как это он там был и вдруг все говорят Савенков, а кто это такой? Это для него равносильно как смертному приговору. он не видит для себя будущее. Поэтому сам ли он с собой покончил, нет ли, сейчас до конца этот вопрос наверное ответить невозможно, но душевное его состояние, оно вполне предполагало, к сожалению, такой исход. Всю жизнь его умело использовали. Сначала Азеф и охранка, потом Керенский, белое движение, иностранные политики. Теперь дзержинские большевики. Зачем же он пролил столько крови, русской крови? От этой мысли жизнь стала невыносимой. Я слышал звук его шагов, не верил звуку. Я поднял голову, взглянул. Он темный молча протянул мне руку. Его узнал я по глазам, по ненавистным мне глазам, то был я сам. В человеке так и не ужились экстремист-патриот и писатель. Разве можно одновременно служить дьяволу и богу? Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза. Апокалипсис, откровение святого Иоанна Богослова, глава вторая. Субтитры создавал DimaTorzok